Федерации. Привет, Романы! Привет, Айдер! Привет всем! Привет, Крым! И привет, телеканал АТР! Ну, ты слушал чуть-чуть программу, наверное, успел послушать, о чем мы говорили. И, наверное, ты сможешь прокомментировать, как там это подается? Какая-то вдруг, какие-то красные линии распускать ДНР? Как? Это же свободные республики народов угнетенных. Вот что там говорят, может быть? Ты знаешь, происходит очень интересная метаморфоза, или, как они тут говорят, биполярочка. Вот очень часто российская пропаганда и российские официальные лица говорят одним голосом. Сейчас два голоса, потому что российские представители, ну, в частности, был комментарий Пескова, я у него сам спрашивал по этому поводу, и комментарий спикера МИД Захаровой, которые очень осторожны, не делают никаких резких слов, как обычно в таких ситуациях происходит, а наоборот, как бы ситуацию подвешивают и рассматривают ее в таком ключе, я так понимаю, чтобы оставалось у них поле для маневра. Насколько я понимаю, официальная российская власть в данном ключе хочет добиться следующего, чтобы подвести ситуацию к тому, чтобы западным партнерам сказать, вот видите, Украина не выполняет минские соглашения, давайте снимать Минск, а Донбасс, естественно, нас. Если мы наши, а если мы говорим о российской пропаганде, здесь, конечно, они не стесняются, во-первых, я вот не знаю, у нас такой взгляд какой-то странный в Украине, особенно с этими миротворческими инициативами, никто, собственно говоря, не может четко сказать, что с кем они имеют дело. Как мне кажется, оптимальная позиция в данном случае, это прописано в украинских документах, надо называть вещи своими именами, называть образование на востоке Украины оккупационными администрациями. И тогда будет проще, потому что вот даже наш президент, он иногда проговаривает эти три буквы и забывает сказать даже словосочетания так называемые. Хотя, мне кажется, это очень важно в нашем случае, потому что, по сути, Зеленского его визави по переговорам уже подвели к такому выбору. Или он сейчас скажет, или Леонид Данилович, который в данном случае стабилизирующим фактором является. То есть, Зеленскому рано или поздно придется ответить на вопрос. Мы признаем вот эти вот два раза по три буквы? Это первый вариант. И тогда акция нет капитуляции, она будет иметь совсем другой вид, и я думаю, что к этому мы, естественно, не придем. Второй вариант, действительно, он скажет, в Минских соглашениях этого нет, этих аббревиатур, и все декларируют о том, что это территория Украины. Соответственно, она должна реинтегрироваться таким образом в Украину, чтобы стать частью нашей страны. А то как-то так получается, что Владимир Александрович через пять лет может быть переизбран на другого президента, а вот люди, которые назначены на Донбассе, они пока их не ликвидируют их начальники, что они там, то есть они абсолютно будут вне правового поля. Роман, вопрос второй будет касательно риторики кремлевских СМИ, они там все абсолютно кремлевские, в адрес Владимира Зеленского, которая была чуть ли не восторженная, такая розовая, в надеждах на вот этот мир во время выборов, мы помним. Я считаю, что мы медвежью услугу оказывали, но и дальше все это шло, шло, шло в каких-то колебаниях, но все-таки он же лучше, чем этот вот фашист уже заклейменный, хотя тоже с ним пытались мирно договариваться, когда с 14-го года, как его сейчас напомнил. Что сейчас, кем сейчас рисуют российские публики, а значит это в мыслях в Кремле президента Украины Владимира Зеленского? Ну, тут надо отметить, что Петра Алексеевича намочили как раз и делали такие мини-комплименты во время избирательной кампании действующему президенту, исключительно для того, чтобы у нас сменилось руководство Украины. То есть тут просто как бы надо смотреть на ситуацию в комплексе, есть наши внутренние политические дела, а есть задачи, которые решает Россия. Вот для них как бы Порошенко был неудобен на переговорах и соответственно они весь объем негатива и, извините за примоту говна, которая можно было вылить. Они его вылили. Но вот этот вот прибор, который вот эти нечистоты распространяют, он уже как бы работает по программе в зависимости от того, какую фамилию нужно дискредитировать. И в данном случае вся мощь российской этой машины брошена против Зеленского. И это на самом деле очень смешно. В то время, когда у нас еще продолжаются вот эти вот, как мне кажется, уже глупые дискуссии на тему парохоботы или зедлеботы, здесь давно на российский каток пошел дальше. Им все равно как бы Порошенко и Зеленский, как бы они занимаются своими целями. И сейчас какие главные тезисы против Зеленского? Ну, во-первых, Зеленский это Порошенко 2-0. Может быть даже хуже, потому что он тоже обманул украинский народ, он не хочет мира, а русские продолжают стрелять. И еще один момент, и я думаю, вы тоже это где-то слышали, что по сути, как они тут говорят, Зеленский прогнулся националистом. А, кстати, все, кто был на Майдане 14-го числа, все они националисты. Значит, он слабый президент и так далее. Тут одни фашисты в студии. Вот фашисты украинские Максим Музыка. Вот еврейский фашист Иосиф Зительц, и крымско-татарский фашист Айдер Муждабаев. И ты еще вообще диверсант фашистский. Продолжай, да. Мне просто показалось, что это смешным все. Я думаю, знаешь, они будут максимально пытаться дискредитировать в принципе украинское движение. Этим занимаются на самом-то деле много лет, и до войны этим занимались. Я считаю, что мы просто не должны на это обращать внимание в принципе, потому что Украина будет всегда для них плохой. Вот сейчас формула Штайнмайера, вот мне очень просто странно, вот даже если на этом этапе офис Зеленского выполнит все требования, которые не хотят, ну в смысле там отвод, формула Штайнмайера, пообещают особый статус, хотя в минских соглашениях сказано об особом порядке местного соумоуправления для отдельных районов Луганской и Донецкой области. Это как бы все-таки совсем другое. То ему на следующий день снова выдвинут новые требования. Вот они сейчас отведут войска. Сейчас же Москва работает на то, что им надо срочно максимально дискредитировать президента Зеленского, показать, что он неспособный и плохой и так далее, и так далее, чтобы у нас была политическая нестабильность, политическая смута, и тогда они смогут ловить рыбу в мутной воде. И то есть если наши отходят, ну понимаете, президент Украины сказал, что он как он сказал на первой пресс-конференции, что он несет лично ответственность за безопасность этих людей. Но для того, чтобы исключительно дискредитировать президента Украины, могут приняты быть любые спецсредства. И мне просто удивительно, почему до сих пор люди, которые сейчас у нас во власти, которые уже обожглись от этого, от этих балалайки горящих, до сих пор, ну мне кажется, думают, что можно договориться. И вот эти вот размышления, что нам надо тратить, если мы не будем дальше тратить деньги на оборону, то мы не сможем поднять пенсии и так далее, и так далее. Мне кажется, это полный паноптикум и непонятие ситуации. Потому что здесь они, заканчивая, размышляют о таком понятии, как путинизм. И эти все вещи комментируются в Кремле кремлевскими чиновниками, а внедряют вот эти вот такие интересные словечки. Люди, которые курируют оккупированный Донбасс. Если у них путинизм, вы уверены, что в принципе, если он велик, можно оставить Украину в покое? Вопрос риторический, Ром. Я хочу сказать, что если была бы моя воля, я бы твой YouTube-канал показывал в круглосуточном режиме нон-стоп. Просто ролики добавлял новые, включал в ротацию. Вот сколько фасал его на 24 часа. Я бы на каком-нибудь канале бы крутил их постоянно просто. А еще бы лучше ты был бы советником Зеленского, потому что все-таки должен быть человек, который перед тем, как не очень опытный спортсмен выходит на горную трассу, скажет как, чего и скажет где какие повороты, потому что ты в этом давно. Спасибо Роману Цымбалюку, человек, который из России видит больше, чем многие из нас.